В ближайшее время в Тихом океане пройдут масштабные военно-морские учения ВМС США под названием Pacific Iron 21, в которых примут участие моряки 2, 3, 6, 7 и 10 флотов, а также экспедиционные силы корпуса морской пехоты. Масштаб маневров и прямо озвученные объединенным командованием цели не оставляют ни малейших сомнений, Пентагон всерьез готовится воевать за азиатско-тихоокеанский регион с Китаем. Поскольку через запятую с КНР в заявлении была упомянута РФ, давайте обратим пристальное внимание на то, что конкретно будут отрабатывать американцы. Pacific Iron 21 – это самые масштабные военно-морские учения США за последние поколения. В них примут участие 25 тысяч человек личного состава, 30 боевых кораблей и субмарин, включая авианосцы и перспективные беспилотные корабли, автономный Литл Коннекта, а также авиация и морская пехота. Маневры начнутся уже в конце лета 2021 года, и они должны стать первыми в серии учений, что призваны раздвигать границы того, что значит быть превосходящими ВМС. Также помимо реальных участников, в Pacific Iron 21 будут задействованы и виртуальные, действующие удаленно. Командующая флотом Табита Клинген-Смит прокомментировала поставленные задачи следующим образом. ELSE 2021 будет использовать технологии, аналогичные тем, что вы видите в виртуальных игровых средах, для расширения числа участников путем виртуального связывания команд и единиц по всему миру, тем самым увеличивая количество игроков, реальных и синтетических, чтобы лучше воспроизвести реалистичный масштаб сценариев, с которыми команда ВМФ и морской пехоты может столкнуться в будущем. Откуда столько пафоса? Очевидно, что США очень напрягает рост возможностей ВМС Китая. Да, американцы все еще владеют мировым океаном, но на конкретном ТВД в Азиатско-Тихоокеанском регионе они больше не обладают тотальным доминированием. Китайцы десятками строят фрегаты, эсминцы и крейсера, оснащенные УРА. В КНР заложен очередной по счету авианосец для НАК. Ожидается, что уже к 2025 году в распоряжении ВМС КНР будут 7 авианесущих кораблей, 3 авианосца проектов 001, 001А, 002 и 4 десантных корабля, способных принимать вертолеты из ВВП. Все-таки оказывается нужны кому-то вертикалки? В Шанхае ведется переоборудование суперверфи, которое будет способно строить атомные авианосцы Type 003 водоизмещением свыше 100 тысяч тонн, предназначенные для решения задач вдали от китайских берегов. Еще буквально одно-два десятилетия и Пекин сможет создать паритет с шестью АУК, которые ВМС США в состоянии выставить против него в регионе без ослабления позиций на иных направлениях. Насколько такие перспективы допустимы с точки зрения гегемона? Очевидно, что нет, и учения Pacific Iron 21 направлены на то, чтобы показать взорвавшемуся Китаю его место. Главную ставку США делают на свою истребительную авиацию и корпус морской пехоты, которому и отведено командование объединенной группировкой. ВМС и КМП совместно будут отрабатывать распределенные операции, экспедиционные передово-базовые операции, прибрежные операции в спорной среде, командование и контроль в спорной среде. Судя по всему, речь идет об освобождении от китайской оккупации спорных островов и проведении морских десантов. Но как это сделать с учетом того, что ВМС НАК уже сейчас достаточно сильны и располагают собственными непотопляемыми авианосцами на насыпных искусственных островах? Обеспечить доминирование в воздухе ВМС США должны истребители-невидимки F-22, который Пентагон перебросил на остров Гуам в невиданных доселе количествах. С авиабаз на Аляске и на Гавайях сюда на время учений передислоцированы сразу 25 истребителей пятого поколения F-22, а также десяток F-15E. И это помимо палубной авиации AUK, F-22 является одним из самых дорогих в производстве и обслуживании американских самолетов. Но свою боевую эффективность они уже доказали, показав способность наносить удары самостоятельно, проводить разведку и осуществлять целеуказания для групп других ударных самолетов. Однако есть один важный нюанс. Стелс-истребитель максимально защищен, когда он летит, но на авиабазе он представляет собой просто цель ракет серьезного противника. Очевидно, что в Пентагоне реально опасаются ракетного удара по своим аэродромам со стороны Китая, поскольку они в рамках Pacific Iron 21 приступили к проведению так называемого гибкого боевого развертывания. Все истребители на начальном этапе будут распределены сразу по четырем аэродромам, три из которых находятся на острове Гуам, а в дальнейшем ВВС будут отрабатывать взлет и посадку с десятков небольших взлетно-посадочных полос, разбросанных по острову. Для противодействия КНР американские пилоты должны будут научиться садиться и взлетать в самых сложных полевых условиях. О том, что США настроены на серьезное противостояние с Китаем, свидетельствует и факт переброски на Гуам тяжелых транспортных самолетов C-130J, которые должны будут оперативно обеспечивать истребительную авиацию всем необходимым. Вот такой потенциальный противник у Китая и у населения. Хороший повод лишний раз задуматься, так ли бесполезны будут для ВМФ РФ авианесущие корабли?